Ну, как видите, дорогие друзья, обучечников здесь нет. Во-первых, это очень и очень дорого. Во-вторых, если там еще будет авария, то и прав лишишься. Бывают, конечно, когда вот уже осталось 500 метров до поворота, да, он стоит вплотную, да, тогда бывают нервы, все равно сдают. Дрынь, поехал. Далим еще один. Ну и все, остальные стоят. Так, мы с вами перестроимся, потому что у нас осталось, слава богу, один километр. Сейчас повернем, посмотрим, что там. И снова машины выстроились. Слева-всправа, давая проезд, ни случая чего. Ну, здесь мы попали хорошо, почти с тяги. И почти уже стоим. Поставим, поставим. Ну, конечно, две полосы, да в одну свернуть. Будет робко, это однозначно. Кстати, в правилах, уже новые правила, когда я приехал, что ты не можешь сейчас просто взять и съехать. Вот сюда, допустим, влечок, да, встать. Это запрещается. Ты должен доехать до того места узкого, где все должны съезжать, пропуская друг друга по очередной системе волны. А вот этот сейчас съезд, допустим, да, будет грозить примерно, ну, где-то 120 евро штрафа будет. За такое поведение. Ну, как бы, люди старой закалки иногда все равно это делают. Вот, типа, я никому не мешаю. Ну, давай-ка, вот здесь сейчас съеду. Сейчас посмотрим, где это. 5 километров нам 6 до съезда, на новую. Нам бы выбраться на девятку, ребята. Девятка шикарная трасса. Трехполосная, ровная. И как мы побежим по ней тогда, догоним все эти минутки. Я думал, у нас еще будет время пробежаться по городу немножко, но нет. Вот это уж навряд ли. Машина стояла, предупреждала нас о том, что надо скатываться. Ну, видите, скорее всего, именно право надо. Вот там есть Аусфарт. У съезд. Как говорил один мой знакомый, когда он приехал в Германию, говорит, самый главный город в Германии оказывается Аусфарт. То есть на каждом повороте написано Аусфарт. Ну, с немецким у него было плохо. Ну, он уже понял, что это указывает на какое-то место. Так. Кто же предупреждает, машинка ездит? Не-не, ребята, мы на это не пойдем. Будет действовать по правилам. До съезда нам 2 километра. 700 метров, господи. Не хотелось бы заставлять с датчика ждать, потому что если он давно в Германии, он, скорее всего, давно, но если он квартиру купил давно, то он уже привык, что здесь нет места ожидания. А вот и сейчас нашел. И попробуем мне не уступить здесь кто на пути. Вот мы доезжаем до него, и с вами вращиваем на полном основании. Все, едем на поворотах. Ну вот, мы с вами выбрались на девяточку. И здесь-то мы попрем. Сколько? 46 километров там ехать. Осталось всего 69. То есть мы по прямой сейчас помчимся, а там, где мы свернем, там уже будет поинтереснее места, я вас подключу. Окей? Так. Ну вот, мы совершаем с вами последний развод. И нам останется 24 километра. Мы почти приехали. Так, теперь куда? Налево. Что стоим? Поехали, поехали. Я опаздываю. У меня в запасе только 6 минут осталось, которые мы вот здесь и потеряем. Так. Ну, я до этого посмотрел городок. Вот. Как раз местечко находится на окраине, что меня очень сильно устраивает. Я не люблю центры. Ну, и за собакой, конечно. Да и в центрах всегда жмутся всякие мигранты, нищенства, блин, и так далее. Потому что мне не очень нравится, естественно. Вы меня давно знаете, да? Я еще тот расист. Перейдем сюда. Ух ты, Белин, ты посмотри, как он нам поджел. Паруфт куда-то. на автобаны нет. Так. я буду какая-то маленькая речка называется Пааже. Выпустим Пааже. Тут уже цивилизация начинается. Инглштадт. От него там немножко отходя находится наш городок под названием Нойбург. Поехали. Восемься, больше мы не поедем тут. Пока ничего интересного кроме этого грузовика. так, ну что, мы подъезжаем. Нам осталось 6 километров, 6 минут. Первые пригородки Брук. Так, ну, несмотря на разные тут препятствия, рута 16. Что это значит? Рута 16. Мы все-таки добрались вовремя. О, тут оказывается стоит синенький такой, видите? Это вот тот самый одноглазый пират, который будет фотографировать нас, если что. Будем превышать. так, ну, теперь поставить машину, заехать в город, поставить машину и искать тут домик. Так, нас встречает заправка с огромными ценами. сейчас везде так, наверное, вот такой вот узкий городочек. Пока я вижу. Через 350 метров направо мы на запасе 8 минут. на повороте направо будет. Как я сказал, мы поедем в пригород. То здесь не пригород, а окраина города. Через 600 метров будет на месте. Ну, что тут такое у нас случилось? 30 километров в час. Ну, вот эти домики похоже. Так, 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 так. Нам надо повернуть через 150 метров направо. Так, вот сюда и вот сюда. Видите, перейти серенькое такое. Это вот оно. серенькое. заня. Так, еще 100 метров поедем. Вот сзади чувак замучился за мной ездить. Так, направо. улица. Вот это улица. 104-й. Как раз подъехал. домо 24-го. То есть я посмотрел сейчас фамилии этих жильцов. Ну, вроде бы одна такая напоминает турецкую, остальные все немецкие, а одна из них Петрович. Так, это комната. Чудесная кухня с этим с холодильником, с морозилкой, вита современная и окно. Классно. Вот этот вид, как я вам сказал, из окна. Чудный. Чисто, тихо, отлично. Так, потом сделаем выход на балкон еще. Тут балкон есть, хороший, большой балкончик. Тоже отличный. Тут можно сидеть, пилить потихонечку. Так, Ну, вот такое жилье. Там еще ванна есть, но это не так интересно. Еще вот так. Сейчас я еще здесь два шкафа. Один и второй. Отлично. И вот ванна еще немножко незаконченная, но все нормально. Ну, что ж, дорогие друзья, как вы видели жилье, да, мне понравилось. С датчик тоже мы друг другу понравились. И решили без лишних проволочек сделать следующее. я дал задаток в 120 евро. Он снимает объявление с этого с иммобилем. Все хорошо получается. Он обещает мне помочь со стиральной машиной там датащить. И остальное я уже сам. С 15 числа я могу уже ключи иметь. Свет там есть. останется только так, куда, поправо, да? Останется взять и подключить его. Но это надо за 2 недели сделать, чтобы меня там какого-то первого, второго подключили, а я уже там живем. Так. Ну и все, поехали. 53 километра. До моих внучеков в 2 раза меньше. Я думаю, за 45 минут можно и хорошей скоростью. Ну, здесь 70, сейчас ладно, поем 70. Можно добраться. Так, что вы можете меня поздравить. Я считаю, себе обрел новое жилье. Мне все там понравилось. Мы вокруг ходили, магазины, даже русский магазин есть. То есть все удовольствие. Нашли ветеринара где, и простого врача. То есть для жизни там очень хорошо. Дом недавно приводили в порядок, наверху лежако. Ну, кроме как свет идет из окна, для этого у меня есть большой зонтик. Так что, ребята, можете меня поздравить.